Утро доброе! Девчонки вчера блинчики попросили, но мы решили оладушки испечь. Готовы у меня уже каша для Софики. И у нас дождиные. Мы вчера все приготовили, все убрали, чтобы ничего не замочилось. Пособирали все. Хотели поливать, потом думали, ну вдруг дождь пойдет. Но обещали дождь. А я утром встала где-то в 6.15. Прихожу сюда, Саша сидит. Я говорю, Сань, ты что? Она говорит, мам, ну мы слишком рано легли в 10. Я выспалась. Я говорю, ну иди полежи, может быть уснешь. Прихожу через 15 минут, спит. Она поела, чай попила, телевизор посмотрела. Алина тоже встала. Потом тоже ушли обе, легли. И сейчас спят. У нас время 20 минут 10. Не спит только Дарина. Я и Вася, и Тома встала. Остальные все еще спят. Хорошо, что дождь. А то уж там все подсыхать начало. А мне малину надо было уже поливать. Вот так поливает. Ну вроде два дня обещают дождь. Сегодня и завтра, потом сухо. Наконец-то все проснулись, да, София? Тома, надо прическу сделать. Тома, София едят кашу. Женечка, яйца. Мы все уже поедем. Не будешь манную езжать? Но ешь оладушки. Так, ну-ка. Ой. Настя, сейчас с Алиной собираются уезжать. Вещи вон все собирает. Постельное все ест. А я это скажу вам, что не надо слышать? Ура, ура. Настал тот день. Постельно перестирала все. Это чуть-чуть влажновато. Я вчера не сняла, оно было влажное. А сегодня там такой дождь идет, и все там напиталось. Достали мы купальники. Девчонки померили. Ну, в общем, мы решили, что всем нужно купить дополнительные. Вот, купальник уже не, например, как-то выцвел напополам. Ну, так интересно, с этой стороны так, с этой стороны так. Это вот Настин купальник, она беременная, когда была, в прошлом году покупала. Ну, это я сейчас все уберу. Вот. Девчонкам, в общем, Саша померила тоже свой купальник. Он и тоже хорошо, но нам все равно нужно дополнительные. В общем, купим покупальнику еще будет. Мам, я все-таки не буду вечно брать, если не радуйтесь. Не, возьми то, что вы там носить будете, конечно. Чем вы их еще не будете брать? Да зачем тебе их? Пусть лежат, конечно. Там весь этот шкаф заняли у нас. Так, тут тоже надо разобрать все. А постельное мы не собираем, потому что я сейчас менять его буду. Во всех комнатах вроде как мы поменяли уже. Так, сейчас я, наверное, белье сниму и одежду разберу. Потому что Настина еще. Вот. Поеду домой. Настя вчера говорит, а мы поедем. Она, не, баби. Да? Ну, ты не одна едешь. Алина едет. Томка упросилась. Говорю, оставайся. Отдохнешь немножко. В пятницу уже обратно приеду. Настя говорит, ну, на две недели. Я говорю, что вам там делать две недели? В пятницу приедете обратно. Да, Софи? Все куда-то рвануло. Ладно, доченька, говори пока. Все пока. До пятницы. Я уж ругаю, Настя говорю, хоть поснимай немножко. Сейчас будет там генералить. Столько дней дома не были. Там пылищем все заросло, наверное. Ну да. Так, девчонок, сегодня чуть попозже начну собирать. Ну, уж мужчина, скоро. Ну, я знаю, знаю. Так, доченька, разбери белье, пожалуйста, ладно? Угу. Умница. Ой, сегодня поедем, надо будет это купить. Там прядь. Да. Вот, вечером сегодня Алина Корсука привезет. Ну, будет вам весело там. Сейчас я покрывала по этажам. Самочка в телефоне тут сидит. Наконец-то я окно у детей отмыла. Они сами тут мыли, конечно, но самим отмывают нереально. Я со средством. Баба, смотри, я могу говорить. О, вот это да. Вот это ты крутая. А как танцевать? Покажи, надо. Нет, как танцевать? Покажи, мама не умеет. Там деда снимал недавно. Ой, она там танцевала, танцевала. У деда, наверное, на канале будет. Ой, ну так красиво. Ты кого тут показываешь? Балерину или кого? Я лучше. Может, мама, если завтра прилетит, помогает. Ой, девай подвигает. Может быть, палас снимем в зале? Да, вон ту штуку забери, вон софики. А палас надо это, скрутить и привезти. Мы все паласы будем стирать. Просушиваем. Подожди, я его домой заберем. Дома играть будем. Да. Не знаю, девчонкам, если будем тут ремонт делать. Но, если честно, я так не хочу. Делайте. Я хочу вообще, хочу такие серенькие обои. И чтобы, например, вот так, если бы у стоять, да, в кровати, на вам нужно заказать горы такие красивые. Вот так. Вот так раз горы, и теперь два горы. И красиво будет. Я думаю, девчонкам кровать вот так поставить, две вместе. Или туда. А так не общага. Включи свет, Тома. Включи свет, милая. Я уже всяко думала, как тут перестановку сделать. Ну, тут самое главное, обои переклеить, и линолеум положить, и все, и будет хорошо. Ну, надо серенькие обои, светленькие, и, может быть, какие-нибудь из-за верхней наклейки. Вон, уже наклейки все пообдирали. Мам, ну, кого? Красивая стена, мне нравятся. Ну, так уже половина бабочек нету. Где Соха? А где Соха у нас? А куда папа делся? А где София делась? Все, поехали, домой заберем, дома будешь играть. Мам, давай укрой. Да. Завтра с отцом поедем. А девчонки дома побудут с Дариной, с Женей, с Сашей. Я зарядку, я работаю и телефон. Да, все, бери зонтик. Да, там не сильный дождь. Да? У меня есть дома зонтики детские. А мне надо было завтра зонтики собрать, когда приедем. Да, возьмем, возьмем. Ученки, приберите в комнате всегда. Да, папа, ты приберешь? Я переберю, что вы найдете? Я вернулся, сейчас листок, а опять же не сказал пока. Я тебе не спечатал. Что, не допечатал? Нет, опять все. Да. Ой, собрались, как не знаю кто. Ну, ты просто стирали много. Сейчас еще два пакета вещи допечу. Я сейчас говорю вам, чтобы порисовать. У нас там карандаши есть. Стерку я, то, наверное, не взяла. У нас там, наверное, есть. Стерку, стерка. Я не могу, в следующий случай. Попрывало постили. Давайте руку с собой брать. Положи. Положи, она нам нужна. Да. Покажи, покажи. Великое переселение на три дня началось. Все семьёры обрабатывают. Каждый раз тащила, 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 тащила вещи. Ой-ой-ой, папка, надо бы, наверное, тут перекидывать что-то. Палку какую-нибудь. Стой пока под деревом, Том. Стой под деревом. Мам, ты вот так можешь голову накрыть. Там берут всё это, локти Алина, Алина наша будет делать. На днях обратно всё повезёт. Да ничего не повезёт. Ну ты же говорила, привезёшь вещи ненужные. Это со своим крусяком. Ну всё, до выходных. А на то, что ты выходных. Да, пятница, обратно. Немножко отдохнули. Все. Час-два. И начинаем уборку. Девчонки вытирают пыль. Саш, не надо этими маленькими салфеточками. Вы одну салфеточку берёте, выкидываете. Там же эти футболки я порезала, которые уже совсем с дырками. Я сейчас всё пропылесошу и полы помою. И надо будет у Томы порядок навести. Это я тут валялась сейчас. Периодически, конечно, прибираемся тут, но толково не сильно видно у Томы. Дарина у себя в комнате уже прибрала. Единственное, что я не знаю, пыль вытерла. Дарин, ты пыль вытерла, да? У себя потом дайте, мам. Ага, у Дарины, значит, не надо. Да. Осталось попылесосить и полы помыть. Девчонки у себя тоже, можно сказать, всё прибрали. Единственное, сейчас постираю одежду, которая... Нет, я, наверное, завтра постираю, потому что вы сегодня ещё выступаете. Разберите, это чистая одежда. Аккуратно только, так как я вам там положила всё. Аккуратно, я сейчас в комод уберу. Пастельные меняли, стираем опять. Сейчас я посудомойку тут, что осталось, кто-то ел, доубираю. Вот. И ох, надо будет там все. Вася на улице, дождь прекратился. Убирает плёнку. Он, вообще-то, сегодня хотел бетонировать пол в своей летней кухне. На песочнике у Вася сделал крышку. И сюда ещё купим зонтик. Будет тут зонтик потом ещё стоять. И дети могут даже днём потом играть. Большой зонтик купим. Ну, цветы вот эти, я не знаю, говорят, красиво цветут. Мы их так и оставили. Ну, Вася тут всё покосил. А оно закончилось? Ну, сейчас, подожди. Сейчас я приду, разберусь. Вот здесь посмотри. Жень. Вон там, по-моему, оно ещё есть. И вон на окне стоит средство. Женя будет сейчас тёпло протирать. И из зеркала. Насчёт бассейна поставить. Вот сегодня плюс 20. Ну, и какой смысл он бы стоял? У нас нету ещё за 30 температуры. Сегодня прям прохладно. 20 градусов. И я посмотрела прогноз. Ну, будет 28, потом опять 22. Вот, Вася убирает тоже. Мы решили, ну, Вася предложил. Здесь мы заделаем стенку всю. И вход у нас будет с этой стороны. Ну, будет удобно. В летнюю душевую отсюда заходить. В общем, здесь тоже. Вася пол сначала зальёт. А потом будем стены утеплять. И обшивать не знаю чем. Ну, у нас ещё много вот этого материала осталось ещё. Им, наверное. Да? А здесь, не знаю, Вася говорит. Может быть, всё-таки баньку сделаем. Или просто склад. Ну, посмотрим ещё. Я же сказала, что это, которое там, которое зелёное было, вот этой баночки для матья стёкол, нарисованное, там папа своё налила. А, хорошо. Ну, сейчас я приду. Сейчас я приду. Хорошо, что вчера не поливали. Сегодня всё полил дождик. Закрыли песок. Ну, в основном, чтобы ветром не раздуло. Туда не пойду, а то сейчас всё намокну. Здесь тоже надо будет это всё выбирать. Мы хотим машину нанять. Вот эту плитку надо будет. Вот там ненужное всё тоже загрузить. Вася говорит, 5 тысяч стоит машина. И сразу вместе с грузчиками. Вот там вот всё, вот это всё надо будет потом загрузить, убрать. Здесь тоже накрыли. Ну, туда-сюда вроде дождик не попадает. Но всё-таки, на всякий случай, закрыли. Пойдём. Будем прибираться дома. И потом начну уже, девчонки. Не будет много здесь делать. Не знаю, где девчонки потом поедят. И будем уже собираться на концерт. На концерт мы не пойдём. Потому что все эти номера мы уже видели. Девчонки танцуют только... Айс на крыше. Айс на крыше. В костюмах. И новый финал. В костюмах от Я русский. Ну, или единство, как они называют. И новый финал. И всё. Да, да. Так, и вон то своё. У себя на средства. А, ну ладно. Читает блеск без разума. Вот, да. Немножко есть. Надо будет купить. Да. Для стёкол и стеклянных поверхностей. Вон, мы забыли ещё эту горку. Надо будет девчонкам ещё горку потом собрать. Да. И стоит с другой стороны выступление. Женечка, куда встань. Я их подкрасила, а губы уже потом, попозже. У нас подводка заканчивается. Надо будет на следующее выступление покупать. Еле-еле накрасил. Ну, Санечка, покажись. Сама себе губы накрасила. Тут, по-моему, не прокрасила. Тут она будет, не будет прокраситься, потому что у меня тут это. А, комар укусил, представляете как? И вздулась всё, губа. Ужас какой. Не знаю, что-то решили так ехать. Не замёрзнете? Плюс 20 всего. Ну, мы какую-то накидку оденем бежевую, вторую. Можем. Какую бежевую накидку? Ну, от подсумчика такие шорты. И там бежевая такая копточка. Ну, погладьте их тогда. С которыми мы на выпускной ходили у нас. Костюмы. Их надо погладить. Я же всё перестирала. Ну, мам. Ну, мам, у мяты не пойдёте. Так, Жень, помаду Саша положила, так оставите. Концерт начинается в 6 часов. Или, мам, лучше шпалки одеть. Да нет, оденьте. Вдруг, так, не забудьте шарики. А чё вы не привязали ничего к ним? Можем не привязывать. Не будете привязывать? Так повезёте шарики? Да. Чё попало? Мам. А как их нести? Как их нести? Мам, уж просто сразу понестили. Ну, ладно, как хотите. Ладно, давайте я вам поглажу их. А может, рубашки вот эти поглажу я вам. Вот эту? Ой. Вот эту Сашу? Да если бы у меня была... Мам, я вся розовая, у неё рубашка розовая, она зелёная. А у меня рубашка зелёная, и я вся розовая. Да. Вот, смотри. Раз. Всё, давай, ладно, давай. Да не пойдёт по цветам. Ну, как? Я ж не буду розовую одевать. Ну да, она тебе маленькая. Ну, давайте я костюм её вам поглажу быстренько. Время есть ещё. Вы всегда первые приезжаете. Мы никогда не... Ну, а синяя с розовым нормально сочетаются? Нормально. Так, держи. Я сейчас Сашу не найду. Вот он, Сашу. Всё, я сейчас вам поглажу. Просто я всё стирала, ещё не гладила. Вот Саша вообще прям сочетается нормально. А можно кофту его надеть? Нет. Я могу кофту надеть. Зелёный сочетается. Ну. А у тебя, может, есть тоже? У меня есть, только она белая. Белая? Да. Мне, мам, лучше такого, помада замарается. Да-да-да, осторожно. Я лучше с такой, мам. Всё, мы собрались. Я девчонкам помогу. Несу. Ты понесешь. Женя, а ты почему босиком, без носков? Мам, так лето, на улице. Зачем мне носки? И тем более босоножки с носками не носят. Ты в босоножках решил? Я в парах крышок. Всё равно потом надо их, мой дед, опять снимать. Я же кокоски буду надевать. Ну, сейчас на улице-то тепло. До вечера. Ну, вдруг вечером всё равно, я не знаю, до скольки будут там, до восьми, до девяти, вдруг прохладно будет, хотя бы без рукавки. Ой, пиджачки эти, они довольно-таки плотные. Подожди, папа, не открыл ещё. Каждый раз с этими шариками мучаются. Ну всё, дети, с Богом! Удачно выступить. Концерт через час только. Я закрою, закрою. А нет, сама? Ну всё. Всё, пусть едут. Гареночка говорит, мам, давай что-нибудь приготовим. Я говорю, давай блины. Блин, муха опять залетела, я только три штуки купила. Я завела тесто на блины. Зареночка. Густовато? Да, надо ещё немного в обеду. Ага, сейчас добавлю. Саша очень любит блины. Мы оладушки делали, там почти уже доели. Вася на улице. Ну, солнышко, знаете, пригревает и ничего так. Не сказала, что сильно прям прохладно, нормально. Всё, Настя уехала, пить компот некому. Совершенно. Да, густовато. Сейчас я добавлю воду. Немножко. И размешаю. Можно добавлять молоко. Ещё целая банка стоит в холодильнике. Девчонки, с концерта приедут. И приедут блинчики. Саша так любит блинчики. Постоянно просит. У нас спрашивают, когда документы мы будем забирать. Завтра классный руководитель Дарине позвонит. Нет, сегодня. Сегодня позвонит? Ну, а я добавляю, что она сказала. Ну, ладно. Во сколько подойти, её не будет завтра самой. И ей надо узнать, во сколько будет директор и секретарь на месте. Куда мы будем подавать? Я Дарине говорю, ты узнавала? Дарине, нет. Ну, спрашивала, кем ты хочешь стать? Дарина говорит, меня лишь бы приняли хоть на кого. Она сама не знает, кем она хочет быть. Что спрашиваете? Я вот не знаю. У нас говорят, вы сядьте с Дариной, поговорите. Мы с Дариной постоянно разговариваем. Постоянно. Дарина очень любит поговорить. Она любит поговорить с папой. Папа даже говорит, блин, с Аленой было хорошо работать. А Лена всегда молчит. А Дарина всё говорит и говорит. Разговаривает и разговаривает. А что в течение работы? Да. И мы с ней, конечно, постоянно разговариваем. Я знаю все её секреты. Что и как. Она вообще всегда со мной обо всём разговаривает. Это же не значит, что мы прям сядем и на камеру будем об этом говорить. У нас свои девички разговаривают. Да, мы с Дариной постоянно разговариваем. И, конечно, я спрашивала, Дарина, на кого бы ты хотела? Она, ой, мам, меня лишь бы приняли. Хоть на кого. Мы будем подавать. Услабимск, Кропоткин, Армавир. Где-нибудь тут поближе, куда примут. Единственное, нам надо решить, куда мы будем оригинал издавать. Ну, это мы с Дариной ещё обсудим. Вот. Нам надо решить конкретно, куда мы будем. Ну, Дарина больше склоняется к тому, что она хочет жить с Настей. Я не хочу. Лично я не хочу. Я хочу, чтобы она жила в общежитии, чтобы у неё были друзья, а не так, что потучилась, пришла к Насте и сидит как дома. Вот. Я не хочу. А Дарина хочет. Я буду жить у Насти. Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Посмотрим. То иногда они там с Настей поссорятся. Мама, я не буду с Настей жить. Потом Дарина отойдёт такая. Нет, я буду жить с Настей. Ну, ещё больше она, конечно, хочет жить с Алиной. Но поступить туда у нас вряд ли получится. Там проходной балл очень высокий. От 4,5. Вот. Поэтому мы попробуем. Всё равно куда-нибудь попробуем поступить. Всё равно. Куда конкретно, сами не знаем. Куда возьмут, да, доча? Ну, без разницы. Я не знаю, что я где-то была. Да. А потом со временем, может быть, и второе получит. Когда старше станет, уже определится, кем она хочет быть. Всё. Можно это, как оно, гостиничное дело. Тоже бы. Ну, я не знаю, тут где-то есть поблизости или нет. Дарина хотела бы, скорее всего, даже на эту профессию. Я не знаю, надо в Усобинске спросить, есть ли там это гостиничное дело или нет. Там что-то много всяких специальностей. Ландшафтный дизайн есть. Ну, посмотрим. Девчонки пришли уже давненько, пока переоделись, умылись, блинчиков покушали. Ну, рассказывайте, как прошёл концерт? Нормально. Ничего, не устали? Нормально всё прошло? Да. Сколько у вас? Вы в одном танце только участвовали? В двух. В двух? В финале. В финале. Это, конечно, все внутри финалы. В финале и в Айсен-Креши. Рода много было? Да. Там даже людей мест не было. Молодцы, какие все активные. Все ходят на концерты. Дали вам отдохнуть теперь недельку, нет? Не знаете? Ну, ладно. Главное, что всё хорошо прошло. Ну, время у нас уже 9 часов. 9. Да, сейчас девчонки немножко отдохнут и уже будем тоже спать ложиться. Всё, день у нас закончился. И мы будем с вами прощаться. Всем пока. Всем пока-пока.